В рамках этого видео я представлю обзор модульного компактного системного блока Intel NUKE 9 Extreme Kit и сравнение с самосборным компактным системным блоком. А также попробуем разобраться, что выбрать, готовую модульную систему, либо собрать системный блок самостоятельно. Итак, Intel NUKE поставляется в очень качественной упаковке, очень эффектная коробка, комплектация скромная, сам системный блок, инструкции и винт крепления SSD накопителя. Почему-то в моей версии даже не было кабеля питания. Сам системный блок также высокого качества. На передней панели кнопка включения, разъем SD-карт-ридера, два USB 3.1 SuperSpeed порта, разъем для гарнитуры. Нам доступны следующие разъемы и порты. Абсолютно все USB-A порты. Это USB 3.1 SuperSpeed, два Ethernet адаптера, HDMI, два Tenderbolt разъема и оба с поддержкой видеовыхода DisplayPort. Разбираем системный блок. Верхняя крышка крепится двумя винтами. На ней два выдувных вентилятора с оригинальным разъемом подключения. При желании вентиляторы можно снять, либо просто отключить на этой же плате. Обе боковые крышки вентилируемые. Intel NUKE поддерживают дискретные и полноценные двухслотовые видеоадаптеры. Первое, что бросается в глаза, это нетипичная материнская плата. Intel называют ее The Element, на которой размещены все ключевые элементы системы. Она оборудована двумя разъемами M.2 под NVMe твердотельные накопители, двумя разъемами памяти SODIMM DDR4, распаянный процессор, в данном случае это Core i5-9300H. Все модели Intel NUKE 9 Extreme оснащаются 45-ваттными мобильными процессорами низкого потребления. Материнский модуль устанавливается в дочернюю плату, на которой доступен еще один, третий дополнительный разъем NVMe M.2 и слот расширения PCI-Express 3.0. Каждый из трех SSD накопитель оснащен своим радиатором. Питается мини-компьютер 500-ваттным блоком питания FSP, весьма производительный. Подробные характеристики и более детальные фотографии смотрите по ссылке в описании. Устанавливаем оперативную память, твердотельный накопитель, возвращаем на место вентилятор и собираем системный блок в обратной последовательности. Благодаря компактности системного блока разбирать его и заменять модули весьма и весьма неудобно. Сразу хочется отметить, его небольшие размеры контрастируют с его весом. Я решил сравнить вес Intel NUKE с своим самосборным системным блоком похожей конфигурации. Ставим на весу Intel NUKE. Я был приятно удивлен. Всего 3 килограмма 100 грамм. Взвешиваем, как я думал, более легкий системный блок. Он оказался на целых 900 грамм тяжелее. Это для меня было неожиданностью. Заглянем внутрь моего самосборного системного блока и сравним его с внутренним устройством Intel NUKE. Очевидный плюс BearBond системы Intel – это эргономичное использование всего свободного пространства внутренности корпуса и, как следствие, компактные размеры. Единственный плюс самосборного системника – это простота замены комплектующих. Опять же, кроме твердотельных накопителей. Но это зависит от материнской платы. Поначалу у меня была идея сравнить стоимость самосборного системника с готовой BearBond системой Intel. Но в этом нет особого смысла. Я понял, что разница будет несущественная. Так как, во-первых, ни для кого не секрет, что материнская плата с USB-C Thunderbolt портом стоит и так за облачных денег. При скромных подсчетах у меня уже получилась немаленькая сумма самосборного системника. Пока я собирал похожую систему, устанавливал дополнительные Wi-Fi Bluetooth модули. Понял, что это можно делать бесконечно и стоимость постоянно растет. Единственное неоспоримое преимущество моего самосборного системника – это его абсолютная тишина. Получился действительно очень тихий системный блок. Он не сравнится с Intel NUC. Об этом позже. Для хранения данных я использовал недорогой 2,5-дюймовый SATA SSD. К слову, на Intel NUC тоже есть разъем SATA, однако для него придется приобрести дополнительный кабель-переходник. Это ноутбучный порт на материнке. Докупить переходник придется отдельно. Для информации я оставил ссылку на такой кабель в описании к видео. К слову, даже если вы подключите твердотельный 2,5-дюймовый диск, разместить его в корпусе удачно не получится, так как там просто нет для него креплений. Он будет болтаться где-то посередине. Производитель отмел возможность использования 2,5-дюймовых дисков. Итак, переходим к тесту производительности Intel NUC. Как я уже говорил, шумность работы вентиляторов меня разочаровала. Самым громким и самым мерзким высокочастотным жужжанием отличился вентилятор блока питания. Уровень шума достаточно высок даже в режиме ожидания. Посмотрите на тесты производительности. При нагрузке, надо сказать, шум вентилятора охлаждения процессора достигал не очень высокого уровня. Однако скажу, что охлаждения в этой системе даже для самого младшего процессора, которым оснащен мой системный блок, недостаточно. Посмотрите на температуру во время тестов производительности. Процессор закипает, однако радиатор твердотельного накопителя справляется с охлаждением отлично. Для сравнения тест производительности моего самосборного компактного системника. Как я уже говорил, он очень тихий. В итоге, в целом, качественное и эффектное устройство оставляет двойственные впечатления. Более подробную информацию смотрите по ссылке в описании к этому видео. Если у вас есть какие-то замечания или предложения по этому ролику, пожалуйста, оставьте их в комментариях. Я буду рад ответить на вопросы. Если вам будут интересны какие-то дополнительные тесты, можете также оставить их в комментариях. Спасибо за просмотр.